здорово булочки вы на канале кек кук я посмотрел десятки видосов по свекольнику и знаете что понял а нет рецепта свекольника и этого супа не существует вообще чего хотят то и добавляют сегодня сделаем тоже самое буду добавлять что хочу как и всегда в принципе погнали начать готовить святой светольник начать готовить свекольник лучше всего си и чик и вот что я понял по поводу варки яиц чтобы они хорошо чистились яйца должны быть комнатной температуры нужно разбить скорлупу прям за минуту до конца варки яиц и просто залить все холодной водой проточной желательно водой чтобы они вот но не знаю минуты две хотя бы вот были прям в ледяной воде можно льдом засыпать не надо ничего солить что вы собрались вот это просто вы можете логику включить что вы собрались солить в яйцах вот здесь вот что вот вы собрались солить скорлупу вы собрались солить вы будете жрать потом да наверно типа якобы они будут лучше чиститься чувачки скорлупа состоит Просто из, ну, какой-то костной ткани плюс-минус, я не знаю, кальциевой вот этой какой-то оболочки. Вы думаете, что за 10 минут варки в слегка подсоленной воде, даже если туда полкилограмма соли всыпете, за 10 минут варки вы думаете, что-то проникнет под скорлупу туда или что? Где логика вообще? С тем же успехом вы можете посолить мусорку, просто в ведро взять и вот так вот соли туда насыпать, включаем огонь и ждем, пока они закипят. У меня две вот такие вот свеколки, одна поменьше, вторая побольше. Чтобы не варить их целую вечность, я просто положил их в пакетик, налью сюда сейчас водички, пару столовых ложек буквально. Ну вот эту, кстати, здоровенную свеклу я напополам, наверное, сейчас разрежу, чтобы они плюс-минус одинаковые были куски. И запихаю в микроволновку минут на 7, наверное. Все, свекла уже почищена, кстати. Все, вот буквально водички, пару ложек, не больше, не надо много. Вода будет испаряться и будет помогать, как бы, подваривать нашу свеклу там. И не надо сильно плотно заматывать, вот так не надо делать. Просто, просто оставьте вот так вот и слегка, слегка вот так сомните. Все, и вот в таком виде ставим в микроволновку. Кому что вообще в голову взбредет, туда вот то и добавляют люди. Тут делается с куриным филе вареным, знаете, то есть охлажденное куриное филе. Я бы тоже так сделал с удовольствием. Но потом увидел в магазе вот такую вот штуку. Это, типа, карпаччо, куриное. Нарежу сколько-нибудь, половиночку. Вот сырокопченая штуковина, я думаю, что очень даже зайдет в салат. Кто какую заправку туда делает, кто минералку со сметаной разводит вот так вот, то использует только кефир, то, блядь, кто во что гораст реально. Вот только пивом еще никто не заправлял, я не видел такого. Делаем, что ли? Ну нет, ну нет, нет, нет. Ну вот коктейлем молочным, кстати. А что, идея? Да, ну нет, 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 нет. У меня будет кефир, без всяких минералок там и прочего. Яйца закипели, ставим таймер. Таймер на 8,5 минут. 8,5 минут, вот это я, конечно, проказник. Кипит, булькает. Че, блядь? Твердая, поэтому переворачиваем ее. Перевернули и еще минут на 5. Обжегся просто. А пока займемся нарезкой всякого. Вот такая вот маленькая веточка, пол палочки буквально. Сельдерей очень специфическая штука, не все ее любят, но я думаю, что не лишним будет. Ну, как бы, может и лишним для кого-то. Короче, хотите добавляйте, хотите нет. Порежу вот на такие вот, короче, штучки. И каждую из штучек на микро-микро полосочки. Все сделаю однотипно. Все будет одинаково нарезано у меня. Вот я буду натирать свеклу на терке. Под этот размер и буду подгонять все остальные ингредиенты. Так, яйца готовы. Давайте выключу, чтобы вам видно было. Смотрите. Чикс. И пузыречки пошли. Видно? Видно? Это значит, что вода попадает под скорлупу. Чикс. Секундочек тридцать прошло. Сливаем кипяток весь. И заливаем холодной водой. Все, и под проточной водой оставляю где-то на минуту. Ребятки, свекла у нас приготовилась. Смотрите, я вот ее достаю. И еще один лайфхак вам покажу. Вот в пакете она лежит. Проверяем ее, ну понятно, да, зубочисткой тыквы. Все легко протыкается вообще. Все, абсолютно готовая свекла. Итак, как она у нас в пакете лежит. Мы вот этот пакет берем и несем сюда к яйцам. Яйца на самом деле можно еще вот так обстучать. И выловить уже их отсюда. Все, они готовы. Сейчас я вам покажу, как они будут чиститься. А вот в эту воду, прям в пакете, мы кладем свеклу. Вода отлично отводит тепло от продуктов. Поэтому свеклу сюда вот положили. Она остынет здесь, я не знаю, пока мы яйца будем чистить, она уже остынет. И смотрите, покажу вам сразу яйца. Вот у нас три яйца было. Давайте три из трех, вот сейчас. Если какое-то яйцо чистится херово, ну значит я вас наебал. Ничего не поделать с этим. Видно? В одно движение буквально чистится. Ну да, оторвал я кусочек. Блять, простите, пожалуйста. Второе яйцо то же самое. А внутри есть вода у него. Пленочка. Это я поограднее постараюсь очистить, не спеша. Все. Опять чуть не оторвал кусок. Опять прошу прощения. Перед вами перед яйцом. Кругрышками накрошила, она в воду залила, блять. Приправы добавила, нахуй. Что хотите, то и делайте. Вообще, вот хотите добавить бекона в него? Блин. Я захотел добавить в него бекона. Жареного, короче. Жареного, прям на крошечку, на мелкую его порубить и туда. Половинки еще напополам вот так вот разрежу. И вот таким вот образом. Обалдительная соломочка. Блин, какие вкусные огурцы летом, а? Черт подери, почему не всегда лето? А? А? Зачем что-то еще добавлять? Огуречник приготовили, ребят. Вот он. Все готово. Все, холодненькая свекла, ребятки. Все, видите, пока все подготавливаем. У нас здесь процессы как бы сами собой завершаются. Начинаются и завершаются. Свеколку на крупной терке натру. Не хочу и пачкать доску, там, знаете, вот эти ножи, там, все. Имейте в виду, что натирать или нарезать свеклу лучше всего в новой белой футболке. Так получается вкуснее. Самый аутентичный свекольник получается тогда. Смотрите, ребят, когда натираете свеклу, у вас в какой-то момент под конец остается вот такой вот ошметок, который, ну, типа, блин, черт, и че, он слишком большой. Можно его нарезать ножом, а можно просто хер забить. Вот так вот. Еще натрется, то натрется. Все равно это сожрется, понимаете? Все равно сожрется. Вот, ну, кто-то ошметок от тарелки у себя поймает. И такой, о-о-о-о, ошметок свеклы. Пойду блевать. Такого не случится. Просто это сожрется и все. Ну, или просто вот это вылавливаете и отдаете какому-нибудь родственнику своему там деду, бате, кому-то там вообще, матери, жене, там, мужу. Потому что есть такие люди у всех вообще, которые вот эту шкуру вареную куриную едят. Там, о, жирочек, жирочек, дай-ка. Просто вот этот вот сгусток соплей. У всех же есть такие люди? По-любому. Так, свекла inside this bowl. Американский язык, это второй язык у меня, если что. Лука зеленого дохерища. И укропа дохерища. Просто потому что вот этот вкус лета, он как бы, ну, должен присутствовать. Тебя, палки. Уже пора, по-моему, выкидывать. Кто-то зеленуху просто потом в конце уже насыпает сверху на готовое блюдо. Я думаю, что лучше сразу ее туда захреначить и залить жидкостью. Только потому что этот суп холодный и зелень не будет подвергаться термообработке. Она не будет там терять цвет свой и так далее. Она будет просто отдавать свой вот этот вот аромат, вот эти эфирные масла в жидкость в этот наш салат-суп. Вау! Копчененько. Как вкусно пахнет. Ёлы-палы. Копченок как. Вау! Все правильно, вы поняли. Мясцо я тоже нарежу на полосочки. Ну такая не слишком большая кучка. Ну и яйцы, яйцы, ребята. Я просто их не буду церемониться. Хотя на самом деле вот, ну яйцо надо было на терке натереть. Правильно? А то вот я свеклу не стал нарезать, дабы не засирать доску. А яйцо решил нарезать. И засрал доску. Блин, у меня теория такая сейчас возникла. А что если кто-то, так же как и я, пожадничал и не купил 2 литра кефира? И такой, блин, чё же делать? Не идти же в магазин. Разбавлю сметану с водой. Потому что была сметана с водой дома. Здорово! И все просто начали повторять за ним. Такие, о, сметана с водой. Да, сметана с водой. Да, это самый аутентичный свекольник. По-любому у кого-то был так же один пакет кефира еще. Конечно, соль. Одну большую. И еще одну большую. Свежемолотого перца. По вкусу. Сахарка. Ну, где-то тоже больших 2 щепотки. Может быть 3. Конечно, кефирчик. Вкусно. У меня 2,5 жирности. А чё я буду это? Ну, я слегка, знаете, чуть-чуть вот так вот. Налью водички. Тут на стеночке столько кефира. Ну как, ну не. А дальше магия вне Хогвартса. Начинаем замешивать. И офигеваем от красотищи происходящего просто. У-ля-ля. У-ля-ля. Вы видите происходящее и до сих пор не поставили лайк? Вы, извиняюсь, к какому виду относитесь вообще? Вы с какой планеты? Ну, густоват. Густоват на самом деле свекольничек получается. Ну, я же говорю, это салат, ребятки. Просто очень много вот этого соуса подливы получается. Который хлебушек макаешь и улетаешь просто на седьмое небо от кайфа. Может быть, вы недостаточно просто близко всё это видите? Может, вы не понимаете просто, о чём речь? Вот о чём, ребят. Вот, вот она, о чём речь-то. Понимаете сейчас? Сейчас понятно. У меня не хватает соли. Одну такую здоровенную. И одну крошечную. У меня есть сушёный репчатый лук. Вот его тоже добавлю сюда. И ещё свежемолотого перца. И желательно, конечно, дать настояться этому салату, ну, хотя бы, типа, пару часов. О, что это? Салатик! Так, самое время попробовать. Что ж у нас тут получилось-то? Ну, очень такой густой получается салат. Заебал, гандон! Как-то ж надо наесться, ну, как-то, чем-то. Тут одни овощи, блин. Если б не яйцо и мясо, то, ну, как? Где? Чем? Ммм. И сладенько, и кисленько. Ммм. И копчёное мясцо попадается. Всё хрустит. Всё во рту вот это вот течёт, плывёт. Ммм. А ещё если бабушкиным пирожочком вот так вот. Ммм. Ммм. С картошечкой. Всё закусить. Ммм. Яичная нежность вот эта ещё. Там желточек весь вот это по кефирчику расплылся. Обалдительно, ребятки, обалдительно. Куча овощей, всё хрустит. Если пирожочка нет у вас, бабушкиного. Очень жаль. Возьмите чёрный хлебушек. Вам видно вообще хвост этот, торчащий отсюда? Гадина ползучая. Вот она какая гадина. Вот она. Видали? Вот она. Наблюдательный пункт занят. Ёкич, пойдёшь записывать концовку? Пойдёшь? Ой, с пирожочком-то как хорошо. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Идеально. Идеально. Пойдёшь записывать концовку? Пойдёшь? Пойдём. Иди сюда. Иди сюда. Да можно, я приготовил уже всё. Уже можно сюда. Иди сюда. Давай. Спасибо вам большое за просмотр, ребятки. Поставьте лайк этому видосу, не жадничайте. Окно интереснее. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Там всякое бывает вообще. Анонсы там. Не вошедшее, вошедшее там. Перевыполненное какое-то там. А лайк-то обязательно, кстати, поставить этому видосу надо. Знаешь почему? А потому что он тебе не пригодится никогда, нигде, ни в чём. Поэтому поставь его. Молодец. Финансового вам всем благополучия, интеллектуальных побед и, конечно же, твёрдого кала. Вашего, в смысле. Не какого-то там чужого. Увидимся. Пока-пока. Мой пиздюк. Мой пиздюк.